Приветствую вас, мои дорогие! С вами Жанна Фетисова. Сегодня я хочу показать вам один день из нашей жизни, но точнее один вечер. Он был очень-очень насыщенный. И мы были в магазине обе. Я думаю, для вас там тоже найдется что-то полезное, потому что я все для вас засняла, походила внимательно, пока муж выбирал кое-какие стройматериалы. Я сегодня с другом. У меня сегодня домашний день. Я работаю дома. Была возможность немножко отдохнуть, ну и, соответственно, позаниматься экспериментами с макияжем, который вы видите сейчас. Надеюсь, вам все нравится. Однако, спешу вас уверить, что я не выхожу за пределы рамок моего проекта. Использовать по максимуму, кто не знает, что это такое, смотрите, пожалуйста, мои видео, оставляю вам вот здесь, наверху под перевернутым восклицательным знаком. Если навести вот в этот угол, он появится. Ссылочки также в описании к этому ролику под кнопочкой «Еще». Это набор некой косметики, который я выбрала для себя. Во-первых, для того, чтобы, наконец-таки, уже распробовать и закончить эти средства, которые давным-давно у моей косметички никак никуда не двигались совершенно. Ну, а во-вторых, для того, чтобы свою фантазию разбудить и как можно больше вариантов макияжа с одними и теми же средствами, как это было раньше, кстати, в студенческую пору, придумать как можно больше макияжей. Итак, что же интересного есть в магазине Оби к Новому году? Смотрите, какая здесь красота. И цены. Цены просто радуют. Сейчас будем покупать. Наверное, сейчас выберем вот такой вот цветочек. Один маме, один себе. Вот один, наверное. Вот. Я даже не знаю, может, белый мне. Месел еще взять. Сейчас посмотрим, если есть красивый. Наверное, такой еще белый вот этим возьму. Вот такая красота, представляете? Давайте я покажу вам, что еще есть. Так, вот эти вот побольше чуть-чуть, и они такие, видите, пестрые. Так, вот такой вот микс, 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 микс. Это кто? Фалеонорсис микс. Окей. Вот такой микс. Ну, красивые, смотрите, какие. Ой, мне вот такие вот нравятся. Видите, уже люди покупают пьерков, пуроцевые, шариков. Вот такие вот, всех цветов. Да, красиво. Вот такие вот. Есть, по-моему, 799. Такие же есть еще зеленые. Розовые наборы. Ой, как мне нравятся розовые наборы. Да, розовые нравятся. Наверное, я вот такой вот в один набор. Ой, очень красивые, смотрите, такие. Так красиво, когда светится сразу несколько ламп. Очень красивые наборы. Везде наборы. Вот похожая люстра была у бабушки когда-то. Вот в то время, когда видишь по-звежнему работе. Очень похожая. Вот такая тоже была люстра. Вот что-то среднее между этой и этой. Многоярусные. Сейчас, видите, уже совсем другие светлистые. Ну, красивые. Конечно, они огромные. Нужны высокие потолки. Ну, меня пока устраивают те листы, которые у нас. Ведь муж выбирал красивые тоже. Вот это так, наверное, да? Вижу. Вот оно так. Ну, вот это прям из детства. Листы такие. Смотрите, какие обои красивые. Прямо целая картина. Мне нравится. Видите, этот выбор большой довольно. Здравствуйте. Придется ехать еще с кошкой, потому что у нее свалялась шерсть. Я не смогла, к сожалению, ее никак отрезать грамотно, потому что очень близко к коже свалялось. Нам, наверное, придется к грумеру ехать. Ну, у нас там недалеко есть ветклиника. Такая ночная частота. Так, портю. Очень хорошая, кстати, цена. Смотрите, какая огромная, 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 огромная палка. Вот, и была. Кто ищет очень бюджетные такие цветы, ну, красивые, посмотрите, именно в обе их очень много. Тут же есть горшки хорошие. Тут целые стеллажи с горшками. Кстати, в океи гораздо дороже цветы. Вот, смотрите, например, здесь роза. Всего лишь 199 рублей стоит. Вот так. Красивые. Такие интересные. Смотрите, какая форма интересная цветка. Такие вот растения я не очень люблю. Такие, как будто они засохнут. Да, вот такой у меня был, но, к сожалению, почему-то он не выжил. Не знаю почему. Наверное, у таких есть особенностей по его выращиванию, содержанию дома. Есть такая красота. Так, вот, 329. Вот такой. А, они все 329. И очень много тут, кстати, леек. Вот, кто искал что-то для полива цветов, ну, просто он как миллион вариантов. Есть прям совсем, как вы видите, недорогие. Вот 99, 119. Очень много разнообразных приспособлений, всяких для цветов. Хорошо. Такие вот даже плетеные есть для декора. Красиво. Мне прям нравится. Вот такая вот вещь мне очень нравится. Наверное, возьму ее для съемок видео. Косметика в ней будет красиво выглядеть, да? Как вы думаете, чем красиво? Смотрите, как здорово смотрится на цветы. И цены, смотрите, очень-очень доступные. Вот такие подставки в других магазинах стоят очень дорого. Здесь прям какие-то такие разумные цены. Вот кто искал такие штучки, они есть в обе. Я думала, что это настоящие цветы. А нет. Это искусственные. Вот так. Посмотрите, какая красота. Невозможно отличить совершенно от настоящих, пока не потрогаешь. Очень здорово сделано, тем более, что стоят рядом с настоящими. Смотрите, какая прелесть. Кто любит вот такие вот вазочки, похожие на бутылки, они здесь очень недорогие. Смотрите, всех цветов есть. И чуть побольше. Ну, а цены, как вы видите, вполне приемные, которыми наполняются эти вазы. Кстати, видите, галька крупная, свыше 99 рублей. И вот тут очень красивые. Вариумы, фактически. Тоже видите, цены очень красивые. Мне кажется, можно подарить такой вот на Новый год, заполнить, посадить в какое-то растение. Настоящее или не настоящее, неважно, как вариант, подарка на Новый год отличная. Смотрите, это раздел декор. Здесь очень есть красивые фрукты, напоминающие настоящие. Кстати, вполне предъявленные тоже цены. Есть вот такое красивое наполнение. Кто увлекается декором, кто создает сам. Вообще просто замечательно. То есть, вот такие вот варианты можно делать самому. Красиво. Маленькие и просто гигантские. Вот эти размеры. Давайте посмотрим. Мне кажется, ее на всю жизнь ухлась, с этой свечки. Ого! Ничего себе. Смер этой свечки, чтобы вы просто понимали, да, вот моя рука. Это просто гигантские свечи. Смотрите, 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 смотрите. Как в подарке, мне кажется, шикарно. Сос для аромалампы. Смотрите. И вот сами аромалампы. Как я люблю вот такой необычный расцвет. Смотрите, какая прелесть. Просто прелесть. Обожаю цветы, просто обожаю. А, это будет гиацинт. Ой, как здорово надо вырастить гиацинт. Сейчас возьму. Видите? Уже шишечками внутри. То есть они будут действительно цвести. Очень здорово. Какие гигантские горшки. Смотрите, кому нужны для сада. Вот они здесь. Вот такие гигантские. У нас уже так всего много. Вон, какой шикарный оттенок. Такая красота. И цены. Видите, какие все хорошие цены сейчас. Очень хорошие. К ним же грунт уже продается. Смотрите, как сделали. Здорово. Их заплели в косичку. И они уже вот так прям растут. Забавно. Для любителей кактусов раздулье просто. И смотрите, много даже есть цветущие. О, какой. Детишками. Такие нравятся. Но сама я не решусь такой сделать. Не знаю, куда поставить. Кокосовая скорлупья. Очень хорошая идея. И так как. Можно любой принцип растения. Видите, маленький горшочек. Он вставляется просто вот в кокосовую крышку. Так что можете не выбрасывать, если едете кокосовую. Хорошие подарки для детей, кто любит животных. Для самих любителей животных. Посмотрите, сколько здесь различных пород. В принципе, довольно большого размера. Она, конечно, такая тяжеленькая. Но цена вполне приемлемая, на мой взгляд. Очень много различных пород. Но также есть, как вы видите, вот такие вот символические игрушки из различных нотиков. Ценит вполне даже очень приемлемо. Все для упаковки. Декоративный снег. Спрей. 99 рублей стоящего. Подсвечники, кстати, красивые очень. Опять же, наполнение в вазочке. Уже металлическая. Кладочки. Дедушка. Дедушка такой недешевый, но красивый. Гномы есть. Гномы. Ой, какие огромные гномы. Ростом с ребенка просто. Спасибо, и пятая снежинка. Кстати, сколько они стоят? 149, совсем дорого. Здесь много разных вариантов. Верно лучше голубой, а такой более морозный цвет. Можно в детскую. Красота. Цветок. Вот она волшебная. В конце ролика я покажу обязательно все, что мы в итоге приобрели. Но частично вы уже поняли что-то, что мы купили. И обязательно покажу вам, как все это смотрится уже в интерьере. Сейчас хочу немножко рассказать о том, чем мы занимались дальше. Значит, дальше мы поехали к маме, к моей, потому что у нее выключился свет полностью. Ну, практически полностью. Она, естественно, сразу же вызвала электрика. То есть, обычно мой муж сам всем этим занимается. Но тут он просто очень сильно был занят. Было очень много проектов. Она, естественно, вызвала местного электрика. Да, электрик пришел, посмотрел на это, на все. Сказал, о, как все запущено. Нужно всю проводку менять. Это старый дом, естественно, хрущевский. Ой-ой-ой-ой-ой, тут ничего не работает. Остановился в коридоре и стоит на нее смотрит. Она говорит, ну, все, да, вы посмотрели, сказали, что починить ничего невозможно. Мы будем принимать решение. Говорит, да, а деньги? Она говорит, какие деньги? Он говорит, за вызов. Представляете? То есть, он взял с нее 200 рублей за вызов. Ничего не сделал. Он даже не заглянул в счетчик. В итоге, когда мой муж это услышал, он повеселился. Я сказала, о, смотри, какой молодец, как хорошо зарабатывает. Легко. Приехли к маме, открываем щиток, и там оказывается, что просто вышибло пробки. Представляете? То есть, нужно было просто все рычажки поднять вверх. Хозяйственные службы просто обманывают пожилых людей, когда видят, что они одни. Заступиться некому, и они говорят, что это непоправимо, страшно и так далее. Починить нельзя. И, кстати говоря, у меня тоже была очень смешная история, но это уже был сантехник. Дочка у меня еще была маленькая, и мне, ну, никак самой не удавалось прочистить засор. По-моему, то ли в раковине, то ли в унитазе. Уже, честно говоря, сейчас не помню, давно было. И я вызвала, ну, естественно, сантехника. Значит, очень долго его не было, мне сказали, он очень занят. Ну, в итоге он пришел. Звонок в дверь, я открываю дверь, и стоит, знаете, такой человек, который уперся вот так в два косяка, шатается, но держится руками. Трудом, с трудом выговаривая слова, спрашивает, вызывали? Я говорю, ну, да, так уже с сомнением, глядя на него, думаю, как он работает-то будет в таком состоянии. И он, значит, все по-деловому, в специальной одежде, значит, с чемоданом, полным всяких инструментов, проходит в туалетную комнату. Я слышу, что он закрывается на замок там. Я думаю, боже мой, если он там уснет, то я его просто вообще оттуда не вытащу. Проводит там, может быть, пару минут. Дальше я слышу, что вначале течет вода, и как-то, знаете, так похоже на то, что он моет руки. Дальше я слышу, как спускается унитаз, открывается дверь, он идет и по дороге застегивает брюки, представляете? Он просто выходит из квартиры, закрывая за собой дверь, не говоря ничего абсолютно. Я так стою в полном шоке. Я понимаю, что ко мне пришел абсолютно пьяный сантехник. Пописал, помыл руки и ушел. Представьте мое удивление, когда я зашла в туалетную комнату, естественно, засор на месте. Мало того, он забыл свой чемодан со всеми инструментами. Это вообще просто кошмар. В итоге уже скоро мне нужно укладывать ребенка спать, засор не проходит, там что-то булькает, по-моему, даже в ванной. И ничего не происходит, и я никак не могу это убрать, какая-то там черная вода ужасная, жуткая. Я звоню обратно в эту службу, говорю, вы знаете, ваш сантехник абсолютно пьяный пришел, пописал, забыл чемодан и ушел. И они говорят, да, извините, мы сейчас нового пришлем. Я в ужасе думаю, боже мой, если второй еще краше, чем первый, если этот вообще на карачках приползет. Через час где-то приходит другой человек, действительно делает, значит, все возможное для того, чтобы устранить засор, пробивает, значит, все там за собой вытирает, забирает чемодан первого и говорит, извините, до свидания. Я говорю, а деньги? Не-не-не, спасибо. Представляете? Это вообще, это у меня на всю жизнь просто мой анекдот на всю жизнь, ребята, такого я еще не видела. Так что аккуратнее с алкоголем. Ну, обязательная задача на вчерашний день у нас также была, кроме того, чтобы починить свет, нам нужно было починить нашу кошку. Мася едет в ветеринарную клинику ремонтироваться, убирать шерстку, которая свалялась. Мася настолько огромного размера, что она не помещается в переноску. Какая прелесть. Такая маленькая худенькая кошечка. Мася, сейчас все состригут тебе, не бойся, зайка. Все хорошо будет. Да, все нормально будет, киска. Полезай, Мелисая, не бойся, Мелисая. Да, давай, почешу тебя, давай, чтобы ты не боялась. Так, не бойся, зайка, не бойся. Какая большая у нас. Не бойся. Ничего, Мася. Мама болела, ей было некогда, свалялась шерсть на спине. И как-то бедная Мася никак не могла, видимо, вылизаться. Не попадала у нее. Она, конечно, балерина, но не до такой степени. Прям вот за гривок, где-то туда, ближе к хвосту. В общем, ну, совсем неудобно. Это очень крупная порода. Ее боятся собаки, честно говоря. Единственное, кого Мася боится, это меня. По какой причине, не знаю. Ведь я же очень добрая. Это меня порадовало и повеселило еще в этот день. Было очень приятно увидеть то, что ветеринар, хирург, врач был черный. Это здорово, потому что он замечательно говорил на русском. То есть человек, видимо, тут уже много-много лет живет, скорее всего, женат. И когда они увидели вот эту голову огромную, так чаще из переноски, они сказали, о, мы ее помним, эту голову мы помним. Я говорю, да, помните, значит, вы знаете, что нужно намордник, нужно ее как следует держать, обязательно, пожалуйста, отрежьте когти, иначе мы сейчас с вами будем все полностью сцарапать. Она сказала, да, да. Ну, тут, конечно же, большая черная мужская рука мужчины под 2 метра ростом, схватившая Мася, быстренько ее смирила. Кошка вела себя отлично. Ну, так немножко, конечно, ругалась, там в наморднике неудобно дышать. Но в целом все нормально, все, мы ей помогли. Теперь кошка абсолютно счастлива, мама абсолютно счастлива. Да, и я тоже абсолютно счастлива, потому что, наконец, купили мы то, что нужно было купить уже давным-давно, кое-что для украшения. И, конечно же, цветы. Давайте все вам покажу. Очень нам нравятся вот такие вот цветы, гиацинты. Аромат просто потрясающий. Здесь уже образуется шишечка. Ну, и цены я вам все уже показывала, поэтому повторяться не буду. Набору вот этих вот шаров приобрели вот такие вот бусы. Приобрели вот такой вот набор снежинок всех цветов. Я показывала вам, какие там есть еще цвета. По-моему, очень красиво и такие бюджетные очень покупки. Ну, и вот такая вот вазочка для того, чтобы демонстрировать какие-то, может быть, косметические продукты, чтобы что-то положить. И не только для видео. Салфетки для того, чтобы встретить гостей в Новый год. Они, видите, такие нетривиальные, они не похожи на все остальные. То есть здесь нет Деда Мороза, что мне не очень нравится. Здесь просто такой вот зимний сюжет приятный. Вазу эту я вам показывала уже. Я приобретала ее в другом магазине. Под нее приобрели вот такие искусственные цветы. Очень красивые. Муж даже не понял, что они искусственные. Говорит, ой, как же так нет корня. Как же здорово делают, да? Эта очень-очень длинная, вот такая. Поэтому буду ее либо обрезать, либо складывать, для того, чтобы она гармонично смотрелась с этой вазой. Ну, и как вы уже видите, приобрели три цветка. Девушка на кассе мне сказала, что все вот эти вот в розочке страдают от какого-то клеща, покрываются паутинкой, что их нужно обрызгивать. И если вы приобретали вот такие вот розы, у вас они успешно растут. Расскажите, в чем секрет. Ну, и два вот таких растения, которые, собственно, цветут собственными листочками, да? Просто меняют цвет листков во время цветения. Очень красивые вот белые и красные. Оформила елку с помощью вот этих снежинок. Убрала звездочку, которая мне не очень нравилась. Не то, чтобы я не патриот, но просто она как-то не очень выглядела. А снежинки красивее. И вот так выглядят шарики и бусы. Ну что ж, вот такое видео у нас сегодня с вами получилось. Немножко смешное, но также необходимая, нужная, я думаю, информация для вас тоже была. Если вы считаете, что это полезная информация, если вы хотите, чтобы мы еще проштудировали кое-какие магазины, в частности, я думаю заехать в Ашан и посмотреть новогодние предложения там. И также мы думаем поехать в Икею. Поэтому жмите, пожалуйста, пальчик вверх, если вам понравилось. Поддерживайте, пожалуйста, меня. Тогда я еще быстрее выпущу видео с идеями подарков и украшений для своего дома на Новый год. Спасибо большое, что вы были со мной. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!